И в продолжении темы. Сегодня журналистам демонстрировали, на что способен среднестатистический омский слесарь. В преддверии профессионального праздника работники ЖКХ мерили силы и мастерства. Как убедилась наша съемочная группа, побывавшая на конкурсе профессионалов в жилищно-коммунальном комплексе, достаточно. Однако почему же в целом при таких-то кадрах эта отрасль является одной из самых проблемных? Ответ почти на риторический вопрос искала Марина Малькова. Сантехник должно звучать гордо. В стенах 48-го училища коммунальщики рушат стереотипы. Оказывается, они и руками работать могут, и головой. В конкурсе профмастерства два этапа. После экзамена на знание теории – практическое задание. Иной раз неоправданные воскресания в нашу сторону. Но мы стремимся, это все, чтобы людям было хорошо. Чтобы они поняли, что мы все-таки не лоботрясы, так скажем. Мастер объясняет задание. Мало сварить две трубы – важна эстетика. Конкурсные работы впоследствии станут учебными пособиями, на которых студенты училища будут познавать азы жилищно-коммунальной науки. Убедить население в коммунальном профессионализме непросто. Заставить коммунальщиков работать профессионально еще сложнее. Говорят саморегулируемые организации Омского ЖКХ, которая по идее должна контролировать качество коммунальных услуг. Сегодня в Омске зарегистрировано более 90 управляющих компаний. В саморегулируемую организацию вступили только 25. Президент организации Александр Бочаров говорит, требования слишком высокие и предъявляем. Компания должна иметь материальную базу, профессиональных сотрудников, диспетчерскую службу, стаж работы руководителя не менее пяти лет и устойчивое финансовое состояние. Таким образом в организации пытаются отсеять компании-однодневки, которые приходят не за долгой коммунальной жизнью, а за коротким рублем. Однако тем, кому в организации дали отворот-поворот, это не мешает брать на обслуживание жилые дома, собирать с населения деньги и попутно портить имидж честного коммунальщика. А для нас хороший сантехник, это гордость наша. Сантехник хороший гордость, электрик хороший гордость, дворник хороший гордость. Председатель конкурсного жюри Александр Бочаров жалуется, в коммунальную сферу молодежь нынче калачом не заманишь. Не то что зарплатой сантехника или дворника. Ну а самое главное, это мы испытываем кадровый голод. Потому что сегодня, будем так говорить, тот имидж, который существует в СМИ, которые сделали отношения людей, что такое ЖКХО. Сегодня скажите, что ты пойдешь учиться на сантехник, он скажет, да это куда? В ЖКХО. Только никуда. Надо поднимать. ЖКХ – это большая отрасль. Да только где же их взять, хороших? Вот главный вопрос. Если сейчас не взяться за решение проблемы, через 10 лет в коммунальной сфере останутся одни только директора и диспетчеры. Все изменится после того, как депутаты Госдумы примут закон об обязательном лицензировании управляющих компаний. Тогда, наконец-то, в руках самих коммунальщиков появится инструмент, с помощью которого они смогут избавиться от недобросовестных коллег. А пока имидж работника коммунальной сферы приходится ковать, вот на таких конкурсах профмастерства. Правда, волнение иногда подводит, отчего трубы чуть не узлом закручиваются. Но, уверяют конкурсанты, в квартирах клиентов таких казусов не случается. Ну, чуть-чуть волнение просто есть. Маленько переволновался чуть-чуть. Когда много смотрят на тебя, просто волнуюсь из-за этого. А так в домах работаешь и нормально. Вот у нас в Азово, у нас нормально, нас ценят, нас всегда вызывают. Есть даже люди такие, которые уже свои люди вызывают, уже на дом, своего сантехника вызывают, люди делают. Сегодня в коммунальной сфере всей России работает 3 миллиона человек. Итог нашей работы, говорят сами участники конкурса, комфортная жизнь каждого. Между тем, от иных амичей слова доброго не дождешься. И пусть иногда нам не хватает мастерства, почаще говорите спасибо. Это лучший стимул для профессионального роста, вопреки устоявшимся стереотипам. В то, что очень скоро коммунальщики всем амичам дадут повод для благодарности, надеются Марина Малькова, Андрей Вовк.